Добрый день! Давайте мы с нами вам расскажем про то, как один молодой человек решил фермерством заниматься. Точнее, не совсем молодой. Не, он как бы молодой, но тут интересно про эту историю. История очень интересная, так как вот как раз соответствует котик на руках, сельское хозяйство. Итак, кто живет в Украине, наверное, знает. У нас существуют так называемые сельскохозяйственные районы. Вот в Хмельской области есть такой район, самый обычный, сельскохозяйственный. Там, вот котики там точно живут, такие вот хорошенькие. И там в советские времена был совхоз. Самый обычный совхоз, который, ну, нет, извиняюсь, колхоз, который жил исключительно по советским меркам. Причем еще раз говорю, район очень сельскохозяйственный, поэтому даже районный центр там обычное село. Большое село, районный центр. Промышленности никакой там нет, ну, по-моему, промокомбинат, потребка операций, все, что там было. А так, поля, села, причем очень шикарная, земля сразу шикарная, урожайная, такой шикарный чернозем. То есть, возделать и возделивать. И вот был такой колхоз. И в этом колхозе работал, ну, скажем так, относительно молодой человек, который, так получилось, что еще далеко с Акази я когда-то с ним познакомился. Да, он был действительно молодой, у него был маленький еще ребенок, сын. И советский Союз разваливается. И вот он из председателя колхоза стает фермером. Поняли, почему я его знаю? И он стал самым настоящим фермером, причем объясняю как. Смотрите, так как он местный, он многих знал, естественно, договорился с местными и без проблемы арендовал их землю. Плюс ко всему понятно, он был же председатель колхоза, поэтому вся техника, которая была в колхозе, ну, он приватизировал. Молодец. Там была у него даже животноводческая ферма, он ее закрыл. Не потому что, а потому что она бестолковая. Вот как раз это он мне рассказывал, что нужно менять стаду. Потому что, говорит, то, что там было, это никуда не годится. И для того, чтобы заниматься животноводством, это очень сложное дело. Во-первых, надо, чтобы была кормовая база и предприятие по подготовке кормов, как он говорил. Это все деньги, деньги, деньги. Понятно, денег у него это их не было, и по этой причине он просто эту ферму разобрал. Мало того, кирпич даром не пропал. Он там подстроил даже что-то наподобие, ну, скажем, такого хранилища соседних. Вообще, чтобы вы поняли, он такой, знаете, как бы, добрый барин. Ну, чтобы правильно. Вот, к примеру, пенсионерка-женщинка, нет у нее родных, он ей там, что называется, помогает. Причем, одной, второй, третий. Он всех знает, и вовсе знает. То есть, понимаете, как бы, вот идеал, идеал фермера. Честный, справедливый, насколько это получается, заботливый. И так получилось, что на каком-то этапе вот вся земля, которая раньше была под колхозом, стала его. Ну, в рамках аренды, вы же понимаете. Причем, в некоторых случаях, чтобы правильно поняли, там действительно был такой интересный нюанс. Когда к нему приходили с соседних сел, говорят, заберите. Ну, а что? Причем, конечно, платил он мало, но деньгами не платил. Он платил просто, ну, как бы, продукции. Кому-то зерно, кому-то сдавал, там, к примеру, даже он рассчитывался подсолнечным маслом, сахаром. Ну, он занимался всем. Такое тоже было. Вот это бизнес. Мало того, ну, так, как он, опять же, местный, что он делал? Он знал, так званые, ничейные земли. Объясняю. Вы же понимаете, что с такого региона, где-то в 60-х годов народ убегал. Да, да, в села, села убегали, массово, города, города, в ту же Москву, в ту же Киев, кто куда. И получилось так, что вот, когда прошла распоевка, старики умерли, а дети, которые реальные собственники этого пая, им этот пай не нужен. Они даже ее не оформляли. Если кто-то ее оформил, то никакой аренды им не интересовало. Некоторые жили, знаете, там, за 3-9 земель. Ему этот пай интересует. Даже если он жил где-то рядом, в областном центре, вот тоже нет. И по этой причине он этой земли, где он понимал, что, ну, собственник как бы есть, но он далековато. Он пахал. Да, 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 получалось захват. Ну, и что с того? Ну, он же понимал, ну, приедет собственник, ну, Могарыч выпьет, порышает, делов-то. И по этой причине, по местным меркам, он стал, да, я бы сказал, балатифундист, что ли. Понятно, представители сельсовета ее постоянно избирали. Причем, он даже, ему не надо было что-то агитировать. Ну, понимаете, вот, чтобы вы правильно поняли, его все знают. Он, действительно, по сельским меркам ужасно богатый, но и не самодур, да, он про себя думает. Естественно, у него, ну, по сельским меркам, сначала была Нива, потом купил джип. Ну, не такой суперкульный, но он шикарный джипик и раскатывал, да. Сын, когда подрос, тоже его машинку купил. Самое интересное, что он купил машинку, когда сыну было еще лишь 16. Ну, вообще-то как-то нельзя, да, селок-то скажет. Да, его постоянно избирали в райсоветы, вот эти, ну, местных советов. Он там даже какие-то должности занимал. Прокурор Кум, начальник милиции Кум, то есть всех он знает. Ну, поймите, это такая немножко... Ну, я не знаю, насколько он большой был в этом районе, но я думаю, таких вот крупных фермеров, ну, наверное, было человек 3-4-5, может меньше. То есть, понятное дело, что это была элита, элита. Даже почему была, сейчас объясню. Подрос сын, и он решил ему передать. Я аж сына тоже знаю. Не, причем толково, малый, учился. Ну, как подумал отец, что было бы хорошо отправить сына поучиться. Ну, правильно ведь? Правильно, логично. А потом уже, чтобы он действительно, как бы, клинивался в это дело, и отправил его, ну, бывшая сельхозакадемия в Киеве. Сейчас она, по-моему, как-то подробно называется, но на ком он учится. Ну, понятное дело, на агронома. На кого он должен был учиться, уже фермером должен быть, элитет. Поучился сын год. Ну, получилось, я немножко сына его встречал. Почему я говорю так вот? Ну, с академией так познакомились, так, ну, бывает же по жизни. И через год, через год сын задал, нет, с отцом побоялся спросить, говорит, а что если? Я говорю, ну, хочешь, иди. Короче, после года учебы в этом самом заведении, стын пошел на курсы, как это, ну, которые суши делают, сушистые, по-моему, так их называют. Да, пошел на эти курсы. А потом пошел работать. Нет, чтобы вы правильно поняли, в принципе, отец его финансировал, так ему, там вопрос не в деньгах был. Он просто пожил, посмотрел и захотел этим заняться. Дальше. А дальше стало то, что, ну, в общем, это еще раз говорит. Почему я объясняю, что, поймите, побаловаться фермерством, это одно, заниматься, это другое. Еще раз повторяю, это бывший представитель колхоза. Он забрал все, что можно было забрать с колхоза. Все. Бесплатно. Это он мог. Но он забрал советское. Он занимался фермерством. Причем, говорю, ну, как бы, используя все методы. Все. Но при этом, а при этом сын, когда начал работать в суши, ну, я небольшой любитель, специалист, но это, ну, всего слов, что есть там какой-то тоже, ну, классификатор. На каком-то этапе он действительно начал делать хорошие суши. Забросил учебу. Причем отцу даже сначала не сказал, потом сказал. Ну, просто забросил. Ну, то есть, понимаете, человек подумал, зачем? Зачем? И начал работать самым обычным сушистом. То есть, он делал суши. Я так понимаю, опять же, если там какие-то рестораны более крутые, менее крутые, то есть, он удачно уклинился. А потом это уже отец его спросил. Ну, сын посоветовал папе. Говорит, пап, есть такая идея. Бросайте свое фермерство. И переезжай ко мне, и будем нормально жить. Понимаете, просто сын посчитал, что сколько он зарабатывает, работая сушистом, больше, чем папа зарабатывает фермером. Сейчас объясняю. Да, если взять общую выручку, конечно, у папы больше. Но сын же все-таки понимал, сколько папе это все стоит. Вот так, ты куда на это что-то? А, вот так, чтобы получше лежать. Вот так, баллов. Вот такое хорошее. Вы знаете, просто действительно, вот, я еще раз говорю, что мелкий фермер, ну, опять же, он крупный для района, мелкий с точки зрения. Понятное дело, у него всегда была проблема. Где взять деньги, чтобы посеять, и где дать деньги, чтобы брать урожей. Плюс ко всему, это он постоянно жаловался, что его воровывают при продаже. Я понимаю, что закупочные цены всегда не те, которые хочешь. Но при всей его известности, ну, не мог он влиять на закупочные цены по зерну. Не мог. Да, экспортировать он тоже не мог. Ну, поймите, ну, было у него, конечно, ну, где он, где экспорт. И вот сын предложил, говорю, что ты мучаешься? Потому что, получается, сын зарабатывал больше цельки. Понимаете, у него больше, чем папы за весь сезон. Представляете разницу? Вы представляете, вот, ну, сушист, фермер. Сушист, причем фермер, ну, довольно-таки, ну, небольшой, средний, давайте его назовем. Но папа сказал, да, папа принял решение, свернул бизнес, но умно свернул. Ну, что значит умный человек? Он максимально все, что можно, это продал. Ну, я не знаю, там, пораздавал, то продавал. И, понимаете, еще раз, вот это вот эффект местного человека. Он взял и арендовал землю, ну, как бы, местных. Понимаете, ему проще было объяснить той же бабушке, дедушке, ну, местным, что дайте мне в аренду землю. Еще раз повторяю, сложный, но раз бывает, когда чужой. А потом эту землю субаренду передал крупному аграрному монстру. Там у них есть такой, один из олигархиков, который туда зашел в их область. И он просто субаренду передал. Причем так по договору, с размахом. Я не помню, насколько рядом, какой-то длинный срок очень. Ну, действительно, он просто договорился с местным, объяснил, кто. И, грубо говоря, он дал какую-то дельту получать. Я не думаю, что очень большую на этой разнице, ну, что-то есть. И приехал к сыну. Квартира в Киеве уже есть. Вот такой бизнес. И так вот сын стал фермером. Точнее, стал хорошим сушистом. И что вы тут скажете? Скажете одно. Побаловаться можно, но бизнес – вещь очень жестокая. Да, Найтвич? Он не дать собрать. Видите, вот так вот спрятал мордочку. Потому что он в сельском хозяйстве, в отличие от премьер-министра, от мальчиков с дипломом и от всех там остальных, хорошо знает. Да, Найтвич? И знает, что хорошо в сельском хозяйстве, когда крынка с маслицем или со сметанкой стоит рядышком. Вот только делать эту сметанку тяжело. Это факт.